МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. Борьба с браконьерством. В Ненецком округе продолжаются рейдовые мероприятия по охране водных биологических ресурсов. О том, как проверяют северные реки, расскажем в нашем материале. Вкусная изюминка заполярья. В Нарьинмаре презентовали эксклюзивное северное мороженое. Объединение двух детских садов, оплата обучения в профессиональных образовательных организациях округа студентами-инвалидами и другие вопросы были рассмотрены сегодня на заседаниях профильных комиссий регионального парламента. В минувшие выходные в поселке искатели учеников профильного Ростнефть-класса посвятили в нефтяники. О том, как это было, расскажем подробнее. В Ненецком округе продолжаются рейдовые мероприятия по охране водных биологических ресурсов. Сотрудники регионального центра природопользования совместно с инспекторами отдела рыбоохраны проверяют северные реки. Накануне оперативная группа побывала на Северном Тимане. Репортаж Алины Волчейской. Винтокрылая машина берет курс на Северный Тиман. На этой особо охраняемой природной территории находится множество рек, богатых рыбой. А следовательно, и браконьеры здесь появляются с завидной регулярностью. Вертолет приземляется рядом с Волангой, извилистой рекой, на которой инспекторы обнаружили лагерь. Проверяющих встречают трое туристов. В ходе проверки документов выясняется, отдыхающие на особо охраняемой природной территории находятся законно. Разрешение на посещение заказника имеется. Причем туристы – частые гости этих мест. Каждую осень специально приезжают в Ненецкий округ из Кирова. Сплавляются по местным рекам. Такая прелесть, что я говорю, медведь подпустил. Ужас это. Близко подходил? Близко, ну, он в реку перешел и встал. Мы к нему подъехали. Ребята, он не вовремя увидел, побежал. А так что-то кормился, и хорошо так. Красота. Лебедей, конечно, все посмотрели. Учили, дядя, лебеди, крыльцевцы. Осмотрев окрестности, группа проверяющих разделяется. Сотрудники Центра природопользования и рыбинспекции на лодке отправляются вниз по реке. Проверять, нет ли здесь нарушителей. Места и впрямь красивые, а вода настолько прозрачная, что можно увидеть обитателей реки. Кумжу, Сёмгу, Хариуса и Горбушу. Вторая часть группы на вертолете добирается в устье Воланги. Рядом с одноименным поселком инспекторы обнаруживают ставные сети. В этом районе нет рыбопромысловых участков, а значит, вылов водных биологических ресурсов запрещен. На протяжении уже нескольких лет работы в козелном учреждении неоднократно приезжаем в данную реку. И да, действительно, ежегодно здесь устанавливаются сети незаконные. Здесь в настоящий момент нет рыбопромысловых участков. Всего в ходе рейда сотрудниками Центра природопользования и охраны окружающей среды совместно с инспекторами отдела рыбоохраны было изъято 750 метров сетей. В настоящий момент орудия лова, переданных в правоохранительные органы, проводятся проверкам. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, Телеканал «Север», особо охраняемая природная территория Северный Тиман, Ненецкий округ. Необычное сочетание ингредиентов в двух сортах мороженого, посвященных Северному краю, создал Виктор Йенин, руководитель проекта «Чайная высота». Яркое сочетание мороженого с копченым мхом, а также ольхи с жимолостью и можжевельником Виктор Йенин презентовал в окружной столице. Виктор Йенин – руководитель проекта «Чайная высота». Прибыл в Ненецкий округ с важной миссией – создать сорт мороженого, характерного для нашего региона, чтобы раскрыть все вкусы Северной тундры. Мы, естественно, интересовались и историями, которые здесь, как здесь и что называется, чему придают значение, как слышат эти вкусы. То есть нужно было вслушаться в ситуацию, оказаться на местности и раскрыть ее образ, перевести ее на язык вкуса. И в итоге у нас получился и чайный купаж, чайный вкус, и два сорта мороженого мы здесь придумали. Мы заранее предполагали, какими они могут быть. Необычный состав и неименее неповторимый вкус двух новых сортов мороженого создали, так сказать, из подручных средств, которые целой делегацией собирали на просторах древнего городища Пустозерска. Каждому сорту присвоили свое название. Первый – Северкрайний, не последний. Его состав – психоможжевельник, жимолость, черника, апельсин, лайм и розовый перец. Второй – Викосов тундра, который состоит из морожки, копченого мха, ольхи, а также настойки на морожки и грибах. Был такой интересный проект «Чайная высота». Они специально для Ленинского автономного округа разработали мороженое. Одно мороженое с грибами, другое с психой. У нас даже есть предприниматель, который заинтересовался этой темой, и в дальнейшем он планирует производить мороженое. Мы, получается, контактировали «Чайную высоту» и нашего предпринимателя. Будем работать по этому направлению. Добавлю, в скором времени руководитель проекта «Чайная высота» намерен придумать целую линейку вкусов, связанную с Крайним Севером. Сегодня в Наринмаре начал свою работу семинар-совещание, посвященный вопросам современного состояния и развития коренных малочисленных народов Севера. В работе трехдневного семинара, организованного Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральным агентством по делам национальности и Фондом сохранения и изучения родных языков Российской Федерации при поддержке органов власти региона, принимают участие заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина, эксперты в данной сфере образования. Один из этих экспертов – уроженка Канинской тундры, почетный профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Мария Бармич. О развитии ненецкого языка в современных условиях накануне шла речь в Ненецкой центральной библиотеке имени Алексея Печкова. В каждый свой приезд на родину Мария Яковлевна Бармич первым делом посещает библиотеку. И это не случайно. Почетный профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена продолжает активно работать. Ее авторству принадлежат около 140 научных трудов, 37 учебников и учебных пособий, а также русско-ненецкий словарь, который Мария Яковлевна считает одной из самых важных своих работ. Мария Яковлевна, она частый гость в нашей библиотеке. Можно сказать, что она почетный читатель именно отдела Севера. Здесь собрана коллекция ее трудов. Самое примечательное, что в отделе мы проводим презентацию ее книг. Недавно вышла ее книга «Русско-ненецкий словарь». Новый словарь исследователь родного языка также презентовала библиотеке. Как считает Мария Бармич, ни закон о ненецком языке, ни многочисленные мероприятия, направленные на его сохранение, не принесут результата, если большая часть коренного населения округа не разговаривает на родном языке. И начинать возрождение ненецкого языка на сегодняшний день нужно семьи и детского сада. Очень большая работа должна проводиться нашими действиями, воспитатели, учителя, в общем-то, ведь работают с детьми, это воспитатели, учителя школы работают. Мы, как исследователи, мы не работаем же с маленькими. Просто думаем, что надо с детского сада прямо с первого годика начинать. Для обучения маленьких детей Мария Бармич разработала специальное пособие – малыш учится. По словам Марии Яковлевны, также необходимо вести преподавание ненецкого языка в Наринмарском социально-гуманитарном колледже. Где, ну, в педколледже нужно вести язык и все, что относится к языкам – это литературу, это фольклор, это традиции возрождать. Вот это такие, в общем-то, конечно, обязательно, я считаю, что в колледже обязательно нужно вести предметы, связанные, дисциплины, связанные с ненецким языком. Всю свою жизнь Мария Яковлевна посвятила работе по изучению и сохранению ненецкого языка. Сейчас почетный профессор работает над новым словарем самодийских языков. Кроме ненецкого в него войдут Селькубский, Энгонасанский и Энецкий. Все материалы для сборника уже собраны. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В перерывах между сессиями в региональном парламенте проходит заседание профильных комиссий. На одном из них рассматривались вопросы объединения двух детских садов и оплаты обучения в профессиональных образовательных организациях округа студентам-инвалидам. Второе заседание было посвящено трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. Были рассмотрены и другие вопросы. Обо всем по порядку расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Решение об объединении детских садов «Росток» и «Солнышко» было принято по просьбе руководителя учреждений. Предполагается, что реорганизация позволит повысить эффективность работы. Какие могут быть последствия? Это, с одной стороны, обычно в случаях объединения происходит какое-то сокращение, с другой, скажем так, сокращаются расходы. То есть появляются дополнительные средства на работу того же образования или того же даже учреждения. Сокращение коснется только административного персонала. В ходе обсуждения парламентарии рекомендовали также при принятии решения отказаться от введения аутсорсинга в новом образовательном учреждении. Еще один вопрос, рассмотренный на заседании постоянной комиссии, касался оплаты обучения студентам-инвалидам, получающим образование в профессиональных образовательных организациях у округа. В этом году обучение оплачено четырем студентам. Это введенная уже законодательная норма, которая будет ежегодно предусматриваться. Если у нас поступают на платное отделение, бесплатно у нас изначально, бесплатно учатся студенты данной категории, если поступают на платное отделение, выбирают платное, значит будет возмещение идти за счет бюджета. Но это подчеркну, что это фактическое возмещение, то есть предусматривается, что люди заплатили за обучение, и им возмещается из бюджета фактически понесенные расходы. Обсудили парламентарии и трудоустройство инвалидов. По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, на территории Нинецкого округа числится более двух тысяч инвалидов. Из них могут трудиться около 900 человек. Напомню, в настоящее время работодатели в соответствии с установленной квотой обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом не всем организациям удается выполнить свои обязательства в силу специфики работы. Работодатели в соответствии с установленной квотой посредством заключения соглашений с другой организацией будет иметь возможность трудоустраивать инвалидов для выполнения заданий. То есть у нас на сегодняшний день эта норма закона не отрегулирована, но благодаря внесению этого проекта изменений в закон мы сможем устроить как можно больше инвалидов на рабочие места. Также в проекте предполагается предусмотреть, что выполнение работодателями квоты может осуществляться посредством заключения соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов в другой организации. Второй вопрос повестки заседания комиссии по социальной политике касается окружных семей, чьи родственники умерли за пределами региона. Предполагается оказывать помощь в виде компенсации расходов, связанных с кремацией умерших за пределами Нинско-Автономного округа и компенсации расходов по их перевозке до места похорон и оплаты сопровождающих. В настоящее время существующие меры социальной поддержки распространяются только на перевозку тела в гробу. А здесь же мы вводим совершенно новую норму, именно перевозку урны и кремации людей, которые по той или иной причине погибли или умерли за пределами Нинско-Автономного округа. Наталья Кислякова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Посвященные в нефтяннике. В рамках праздничных мероприятий 90-летия Нинецкого автономного округа и Дня работников нефтяной и газовой промышленности 14 сентября в поселке Искатели состоялось торжественное посвящение учеников профильного рост нефтькласса в ряды одной из самых престижных профессий России. О том, как давали клятву и что ждут новобранцы, расскажет Любовь Пермякова. В поселке Искатели возле скульптуры первым геологом Крайнего Севера родители, родственники и главные герои праздника будущие нефтянники стали собираться задолго до начала мероприятия. 20 школьников из Наринмара и поселка Искателей в ярко-желтых фирменных куртках с логотипом предприятия «Роснефть» заметно волнуются. И не случайно, ведь сегодняшний праздник – первая ступень к выбранной профессии, связанной с нефтяной и газовой промышленностью. Поздравить учеников Роснефткласса приехал глава региона Александр Цибульский. Который отметил, что посвящение в нефтяники новобранцев стало доброй традицией. Она здорово прижилась на территории нашего региона. И в целом, можно сказать, что сегодня первый год, когда она дает уже практические плоды. В этом году одна из выпускниц вашего Роснефть-класса, ваша предшественница, уже была приглашена в компанию Роснефть на работу. Многие из нескольких человек получили возможность учиться в высших учебных заведениях. Но и с сегодняшнего дня, когда вас посвятят в нефтяники, у каждого из вас тоже появится эта возможность. Такую возможность ребятам из Ненецкого округа дает компания Роснефть. Благодаря своей программе непрерывного образования. Проект Роснефть-класса в рамках трехстороннего сотрудничества компании, школы, поселка Искатели и Ухкинского государственного технического университета стартовал в регионе в 2012 году. Два года спустя состоялся первый выпуск. Всего за период сотрудничества выпущено порядка ста выпускников, в том числе 19 медалистов. Слова на путстве новичкам-нефтяникам на празднике сказал первый заместитель генерального директора по производству, главный инженер ООО «РН Северная нефть» Руслан Романиф. Прежде всего я вас поздравляю, что вы поступили в этот класс. Сейчас вам предстоит два года учебы. Учеба будет тяжелая, будут трудности. Сразу говорю, ну не сдавайтесь, потому что вам потом все это понадобится в жизни. Поверьте мне. Поэтому вы приложите максимум усилий, и 10-11 класс, он у вас должен быть очень важным в вашей жизни. Желаю прохождения успешной учебы, затем поступления в ВУЗ. Дальше ждем на наших нефтяных предприятиях. Учащиеся Роснефт-классов в течение двух лет изучают учебные предметы на базовом уровне, а профильные дисциплины по углубленным программам. Кроме того, преподаватели приоритетного высшего учебного заведения проводят со школьниками довузовскую подготовку. Ученики Роснефт-класса на протяжении двух лет изучают профильную физику, математику, информатику и химию. И также основы нефтегазовой отрасли. То есть тем самым мы стараемся уже их привлечь в нефтяную отрасль, чтобы они со школьной скамьи понимали, как работает наше производство. После окончания учебы у выпускников есть возможность поступить на целевой основе в профильный ВУЗ. Это все ребят ждет впереди. А сейчас по традиции церемония помазания нефтью и произнесения клятвы. Окончить школу на хорошо и отлично и поступить в профильный ВУЗ Роснефти. Клянемся, клянемся, клянемся. Первый шаг сделан. Церемония посвящения окончена. Впереди ребят ждет увлекательный учебный процесс с экскурсиями на предприятия, встреча с молодыми специалистами северной нефти, знакомство с бизнес-процессами нефтяного производства, тренингами и деловыми играми. В период осенних каникул для учеников Роснефт-класса организуются профориентационные поездки в Усинск, Ухту и Санкт-Петербург. Мы очень счастливы, рады, необычны. Ждем, ждем, что будет дальше. Мне нравится склонность к нефти, нравятся предметы физика, химия и вообще. Нефтегазово – это будущее России. Очень волнительно. Когда рассказывали, волновался, сердце билось вообще прям. Очень рады. Будут поездки, наверное, с Роснефтью, будем этого ждать. У меня брат пошел по Роснефти, я решил к нему пойти тоже. Он говорит, что все хорошо там. В том, что у ребят Роснефт-класса будет все хорошо, уверены их родители. Очень волнительно все было, трогательно. Конечно же, я ей горжусь. Хочется пожелать ей, всем ребятам, хорошей учебы, дальнейших перспектив и вообще по жизни всего хорошего. Стоит отметить, Роснефт-класс был отмечен в числе лучших региональных практик, реализующих систему непрерывного образования школа-вуз-предприятия на госсовете при президенте Российской Федерации в декабре 2015 года. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Депутатам представительных органов сельских поселений на постоянной основе упростят порядок декларирования доходов. Законопроект о внесении поправок в окружной закон о противодействии коррупции в Ненинском автономном округе парламентарии региона рассмотрели на заседании постоянной комиссии по госустройству и местному самоуправлению. В июле текущего года были приняты поправки в федеральное законодательство в части упрощения порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе. Подразумевает, что если такие депутаты не совершили в отчетном периоде, то есть отчетный год сделок, которые бы превышали сумму, общую сумму дохода такого депутата, его супруги, супруга за три года предшествующих, то они вправе не представлять сведения о своих доходах, расходах о его имуществе, а соответственно просто уведомить высшее должностное лицо. И порядок такого уведомления федеральный законодатель определил, дал полномочия по принятию такого порядка региональному законодателю. В этой связи соответствующие изменения вносятся в окружную закон о противодействии коррупции. Также законопроектом предусмотрен порядок уведомления губернатора округа в случае отсутствия совершения таких сделок. В позднее 30 апреля такие лица уведомляют губернатора через структурное подразделение аппарата администрации, на которое возложили функции по противодействию коррупции. И форма уведомления будет утверждаться губернатором. Почему сделали на губернатора? Ну, здесь были консультации непосредственно с аппаратом администрации, с комитетом по противодействию коррупции. И губернатор поддержал нас, что уж форма уведомления будет ими самостоятельно определяться. Как отметил председатель комиссии Александр Чурсанов, собрать большой пакет документов о своих доходах и имуществе депутатам представительных органов в муниципальных образованиях было проблематично, с учётом объективных причин, таких как отсутствие в удалённых сельских поселениях отделений кредитных организаций для получения справок. Федеральные изменения упростили порядок декларирования доходов. По результатам рассмотрения вопроса комиссия рекомендовала комитету принять законопроект сразу в двух чтениях. Субтитры создавал DimaTorzok